Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так что можно слушать музыку не отрываясь от чтения электронной книги Другое дело, что реализованное это через известное место Поэтому КОМО может запросто зависнуть во время чтения или прослушивания музыки Главный плюс этого агрегата – емкий аккумулятор Время автономной работы от одной зарядки можно растянуть на 8-10 часов просмотра видео или около 40 часов прослушивания музыки Минусов у этой модели, конечно, много. К ним можно отнести весьма корявенькое меню, не настолько хорошую, как это рекламируется совместимость с видеоформатами и довольно-таки крупные габариты К тому же качество дисплея аппарата не позволяет удобно просматривать видео, а звук, воспроизводимый плеером, изобилует высокими частотами, басов почти нет Плюсы тоже можно найти – живучий аккумулятор, куча всяких дополнительных возможностей и различных разъемов Но зачем вам это все нужно? Дизайнеры, похоже, решили запихнуть в машинку все, что можно Конечно, подкупает цена аппарата – всего около 5000 рублей, которые Кума с лихвой оправдывает Но, как по мне, так можно подкопить себе несколько тысяч и купить настоящий iPod Touch Эксперимент 1.0 На прочность Волос? Да Покажи мне свои руки Ну вот Так, молодец, вот так и держи Начинай эксперимент Ой, гаджет, что-то боюсь я Ты голос только не бойся, руки от лица убери Да-да-да, личико мне свое покажи Ага, вот, молодец Гаджет, а это безопасно? Конечно безопасно, ты че? Так Так А, блин, гаджет! Эксперимент 1.0 Модель совершил все успешно Гамарус, можешь говорить? Любой интерьер Хочу сразу сказать, что машинка гламурная, вся блестящая Поэтому проблем с пальчиками владельцу не избежать И лучше всегда держать тряпочку под рукой Аппарат, доставшийся нам на тестирование, построен на базе процессора Core 2 Duo с частотой более 2 ГГц Базовая емкость памяти нашей модели 2 ГБ А в теории можно воткнуть и 4 Внутри машины аж целых два отсека для миникарт PCI Express Другое дело, что никому это особо не нужно А вот 4 порта USB, это хорошо Также имеется порт FireWire и SATA, аудио и видеоразъемы, DVI-I, сетевые порты и модем Беспроводка представлена Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасным портом Совсем уж редкостью в наших Палестинах Ну и картридом Емкость диска в стандартной конфигурации 320 ГБ Есть встроенный DVD-привод Графическая подсистема построена на базе дискретного адаптера Radeon HD3650 С 512 МБ видеопамяти Плюс он может откусывать более чем 1,5 ГБ основного ОЗУ Экран в целом качественный, но опять же глянцевый Так что работать за ноутбуком, особенно днем, не совсем удобно Клавиатура большая, рукам есть где разгуляться Только вот приятное впечатление омрачает тот факт, что клавиши немного люфтят и пляшут под пальцами Емкость стандартной батареи 7200 мАч Этого хватает часа на 2 нормальной работы Учитывая, что у таких компов аккумулятор играет роль встроенного блока бесперебойного питания Это более чем Название Easy Note можно с некоторой вольностью перевести как легкий ноут Но с массой-то в 3600 он, конечно, не очень легкий С другой стороны, сегодня эта машина вполне определенно относится к классу гламурных, дорогих штуковин Поэтому она подойдет в основном тем, для кого внешний вид играет большее значение Ну а для тех, кто в теме, большой тяжелый ноут, да к тому же еще и глянцевый, это фулл Да и дороговат он, похожее решение можно найти и за меньшие деньги Такие, например, как Dell Studio 1735 или Samsung R710 Ибо стоит эта штука почти 43 тысячи рублей Эксперимент 2.0 На терпение Гаджет Спокойно подопытный Не стоит нервничать Друзья мои, СТГ Столько претендентов было на этот замечательный титул И пинбольный пулемет И спальник в виде медведя И распашонка-тряпка Но победитель может быть только один И звание самого тупого гаджета на этой неделе присуждается Телефоноботу Это ж надо было Так Джеймса Бонда пересмотреть Чувак однозначно получает от нас 10 баллов за свое бредовое изобретение Гаджет 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 Эксперимент 2.0 На терпение Прошел успешно Как чувствует себя подопытный? Как будто носа нет Отлично Говорить может? Продолжаем Nokia 65.0.0 Классик Эх, да это ж Motorola Первое впечатление от этого аппарата Неужели Motorola сделала нечто настолько приличное? Но потом все становится на свои места Это не Motorola, а Nokia Хотя и местами сильно смахивающие на недорогие моторольские агрегаты Аппарат выполнен в конструктиве моноблок Главная фишка – корпус сделан из анодированного алюминия Nokia заявляет об уникальности отделки передней панели Ну, нет двух аппаратов с одинаковым узором А еще говорит, что тут выполняется алмазная обработка конической апертуры дисплея И выштампованный логотип Которые, цитирую «Свидетельствуют о высочайшем уровне мастерства» И бла-бла-бла-бла-бла туда-обратно На практике, наверное, разница будет заметна только в промышленный микроскоп И только тому, кто хочет ее заметить Нижняя часть сделана довольно интересно Она пластиковая и снимается, как единый кожух Прикрывающий и гнездо для аккумулятора, и кусочек внутренностей, и нижний торец Детали пригнаны достаточно плотно Но вот с первого раза снять заднюю панель получилось только у подпольного монтажера А вынуть аккумулятор не смог даже он Батарейка, кстати, качественная Время реальной работы примерно три дня Сходство с моторольными аппаратами этой модели придает главным образом оформление клавиатуры Но клавиши удобнее Скажем, СМС клавиатуры этой модели набирается буквально в лед В центре навигационная клавиша Не слишком, конечно, удобная, но терпима Телефон сам по себе очень неплох Например, умеет работать в сетях 3G Совместим со всеми четырьмя стандартными диапазонами GSM Несмотря на неказистую внешность, в аппарате имеется 1 гигабайт встроенной памяти Аппарат построен на базе платформы Series 40 Это значит, что он не смартфон, но сие не есть проблема Меню и интерфейс очень шустрые В аппарате есть практически все необходимое От плеера и Ява до флэш и ММС Внешне меню оформлено очень похоже на стандартные смартфонные оболочки Разве что не такие элегантные Несомненные плюсы этого аппарата Металл, емкость и удобство Минусы тоже есть, но в общем не серьезные Единственная значимая претензия Камера не слишком хороша Этот телефон Nokia норовит позиционировать как имиджевый Хотя имидж за 10 тысяч рублей Это какой-то странный имидж Это скорее хорошо сбалансированный телефон Времен экономического кризиса Вот видишь голос, сколько ты всего полезного для науки сегодня сделал, а? Это что же за наука такая, которая так больно делает? Зато теперь можно с уверенностью сказать, что радиоуправляемые игрушки на людей направлять нельзя Знаешь что, гаджет, это вообще-то и на коробке написано Да? Но я должен был убедиться С вами был инспектор гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки? Садист Вертолет все еще у меня